Теперь, когда у нас лепестковые круги высохли, подсохли, можно их немножко, вот они уже стали такие достаточно плотные, можно их еще раз обработать большой булькой. Мы обрабатываем точно так же на мягкой подушке каждый лепесток отдельно, аккуратненько, начиная от середины и заканчивая тем местом, где мы заканчивали подклейку, то есть до середины нашего листа, перед фиолетовым цветом. Делаем это аккуратно, чтобы не допустить никаких заломов. Нам очень важно, чтобы вот эти пятилистники получились у нас аккуратными. Почему? Потому что они у нас немножко будут формироваться в цветке, не так, как они в настоящее время, вот так вот отдельно, да, а они будут у нас идти немножко по-другому. То есть два лепестка у нас будут явно смотреть вниз, между ними должно быть какое-то расстояние, потом один вверх и два по бокам. Но не симметрично, а должно между ними быть разное расстояние, то есть первые три лепестка, они соединяются вместе, а два других якобы как бы отдельно они существуют. Вот примерно вот так у нас должен выглядеть нижний лист, да, нижний лепестковый круг. Больше здесь вот ничего трогать не будем, я бульку отключу. Итак, теперь начинаем собирать наш цветок. Во-первых, я сделала для него срединку. Обычную проволоку накручиваешь, белый ватный шарик формируешь его, как вы знаете, уже вот в такой круг, такой шарик. И из подкладочной ткани, которую мы использовали, из отлаза, которую мы использовали для листиков, вырезаем круг и наклеиваем на нашу срединку. Так как это будет у нас брошь, я поэтому немножко срединку вот так вот проволоку загнула. Вот проволока у меня достаточно такая твердая, поэтому ее лучше сразу сделать так, чтобы она вот выглядела так, как и будет в броши. То есть мы ее сделали вот так под углом 90 градусов, да, вот этот шар, центр. Как я вам говорила, сделала уже подклейку. Теперь, значит, у нас вот что получается. Значит, у нас вот эта деталь должна ложиться прямо вот на нашу срединку. Я ее прикрепила, после нее здесь в трехлистнике сделала дырочку. Когда мы одеваем трехлистник, не очень хорошо смотрится наша срединка, поэтому я решила немножко поменять местами. Мы сейчас, значит, оденем на нашу срединку трехлистник. Мы только потом, сейчас обязательно надо смазать кончики нашего трехлистника клеем. Смазываем клеем не сильно, здесь вот у основания. Видите, я немножко тут еще периодически даю волю фантазии. То есть немножко, видите, я сделала такие темные полосочки на лепестках. Когда я красила, я вам не показывала. Ну, то есть это вы можете делать сами. Потому что во время работы появляются какие-то новые желания, естественно, их воплощать в жизнь. Итак, вот теперь мы аккуратненько прикладываем наши три листа к серединке. Прямо его основания заклеиваем их. А листики вот здесь вот обязательно расправляйте, чтобы, допустим, вот вы выбрали вот этот основной лист, вы его приклеили. Теперь остальные два мы немножко накладываем, накладываем на этот лист. Почему? Потому что мы их не наклеиваем вот полностью здесь, так как здесь у нас будет идти вот наша подклеечка. Понятно? Вот. Просто она должна у нас вначале быть, но мне неудобно было клеить вот этот трехлистник, поэтому я его, я его. Значит, клей в первую очередь вот так. Вот так у нас должен быть выглядеть вот наш трехлистник. Теперь берем вот наш листик с язычком. Мы накладываем клей очень аккуратно вот на это место, на основание и вот здесь вот чуть-чуть вот, где желтенькие листики, вот буквально вот чуточку. Почему? Потому что, в принципе, они должны быть свободные, но часть все-таки их подклеивается. Вот так. Теперь берем наш листик и вот так подкладываем и здесь немножко поджимаем. Вот он у нас получается, знаете, как у анютиных глазок, чем-то напоминает. Вот здесь наш язычок подклеен. Здесь у нас торчат желтенькие листики, вот так. Видите? Такой получается интересный, нежный цветочек. Язычок. Можно, в принципе, он у нас вверх должен смотреть, но мы его опустим вот сюда. Кажется, так он лучше будет. Вот. Вот так. Очень красиво получается. Просто замечательно. Мне нравится. Так, лепестки можно сразу же отогнуть. Один пусть лепесток смотрит внутрь, а правый и левый мы немножко отогнули у трехлистника. Вот теперь бы немножко надо подождать, чтобы все это хорошо-хорошо высохло. Может быть, даже еще так смотрит. Вот, посмотрите, как с обратной стороны. Здесь очень аккуратно все получилось у нас. Вот. Теперь надо это все подклеить. Вот наш основной цветок. Я считаю, что здесь вот дырочку не надо делать. Вот просто с вами возьмем немножко до серединки в одном месте. Вот так прорежем. Делаем прорезь небольшую. Вот так. Теперь смотрите, что здесь должно быть. А здесь должно быть точно так же, как и вот здесь, у трехлистника. То есть мы должны выбрать серединный лепесток. Ну, пусть вот этот вот он как раз будет к нему. Вот таким образом. Да, немножко. Вот, смотрите. Вот чуточку по краю каждого лепестка я намазываю клей. Ну, просто немножко совсем. С одной стороны. И вот этот основной его не трогаю. И вот здесь. Буквально чуть-чуть. И оставляя вот этот центральным, прям буквально слегка склеиваю лепесток один и в противоположный второй. Вот что у нас получилось в результате. То есть три лепестка, они у нас немного с вами сооттянились. Замкнулись. Вот так. Эти два, они у нас просто свободны в парении. Итак, теперь мы накладываем клей на основание, на средину. Делаем мы это так. Достаточно клея много, но он такой очень густой. Он у нас не расплывется. После того, как мы смазали наши лепестки, мы их накладываем на уже нашу серединку. И вот так вот аккуратненько все подклеиваем. Примерно что у нас должно получиться. То есть, вот эта часть у нас с язычком. Вот эта верхняя часть, вот эта и нижняя часть нашего цветка. Вот такой у нас получился экзотический цветок. Вот так он примерно выглядит с обратной стороны. Видите, в принципе, нормально, все здесь аккуратно. Теперь наша задача подклеить листики. Листики я все-таки решила клеить все вместе. Вот так. И клеить будем их вот к обратной стороне. Вот здесь вот, к низу. Они будут опускаться. И будут видны вот здесь. Это расстояние, пусть оно и будет большим. То есть, здесь практически как один лист без расстояния. А вот здесь вот пусть оно будет видно, что так и должно быть. И внизу будут просто висеть вот эти вот три листика. Мы эти три листика сейчас пустенько с вами соберем друг к другу. Их насмазываем клеем. Вот с лицевой стороны. Буквально у основания. Один накладываем на другой, где-то на серединку предыдущего. Вот таким образом их складываем вместе. И промазываем аккуратно их основание, где-то в пределах полутора сантиметра. Чтобы с правой стороны клея не было видно. Но вот это тоже такой клей. Он высыхает и практически его не видно. Он бесцветный и не блестит. Итак, вот. Берем. Низ у нас вот здесь. Поэтому вот прямо к основанию подклеиваем все наши три лепестка, три листика. Вот таким образом. Видите, как они с обратной стороны смотрятся? Вот как это смотрится с лица. Такие три витых листика. Вот такого экзотического цвета. Теперь нам надо приклеить нашу заколку. Заколка вот должна открываться вверх. Видите, она смотрит должна вверх. Поэтому мы даже ее можем подклеить. Вот так. Немножко выпрямлю. Подклеиваем. Полностью приклеиваем ее и к цветку, и к нашему стебелечку. Хорошо смазываем также основание подклейки. Ой, сколько шума. Так. Подклейкой тоже вот, под застежкой тоже промазали. И теперь... И теперь... Где-то вот так... Примерно... Подставляем... И промазываем. То есть мы сажаем нашу заколочку. Она закрывает с одной стороны листья. Видите? С другой стороны она опоясывает наш стебелек. И с третьей стороны она у нас ложится на лепестки. Вот. Примерно вот так это выглядит с левой стороны. Видите? А вот так это выглядит с правой стороны. Вот такой экзотический цветок у нас получится. В принципе... Его можно вполне на какое-нибудь летнее платье. Спасибо за внимание. С вами была Ольга Канонникова. Ольга Канонникова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...